Здравствуйте! Буквально через несколько часов начнутся переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синзе Абе. Понятно, какова основная тема. Это перспективы заключения мирного договора между Москвой и Токио. И ясно, что является камнем преткновения. Ну, для Токио, по крайней мере, это статус наших с вами южных Курил. Хотя для нас, в общем-то, этот статус известен. Был, есть и будет. Курилы будут нашими. К теме островов мы еще обязательно вернемся. Есть что обсудить. Выйдем на прямую связь из Токио. И еще раз сверим все рэперные точки, переговорные позиции двух стран. Ждем. Ну, а пока, в общем, к неожиданным, но приятным совершенно новостям. Почему-то что случилось? Мы не понимаем, но призрак России, слава богу, в общем-то, бродит по Европе, мстит украинцам. Как такое возможно? Точнее, бродит этот самый призрак по коридорам и комитетам Совета Европы. Во всяком случае, именно так сочли делегаты Верховной Рады, узнав, что их лишили всех места, исключили из всех комитетов ПАСЕ, которые, внимание, работают над снятием санкций с Российской Федерации. Украинские депутаты уже начали искать заговор. Начали искать, немедленно его нашли, закатили истерику. Из-за того, что не удалось через регламент протащить полное снятие санкций, таким способом решили украинцам просто отомстить. Потому что решили, что на сегодняшний день украинцы слишком влиятельны, и их слишком много в основных комитетах, которые, например, выбирают судей или определяют регламентные процедуры. И вот с утра мы узнали такую прекрасную новость. Украинские делегаты самые профессиональные, которые действительно хотят работать здесь. И, кстати, так и есть на самом деле. Украинские делегаты не пропускают заседания, ходят и так далее, в отличие от других стран. Поэтому нет никакой катастрофы. Это такая мелкая месть Украине, что мы не допустили изменения правил в процедуре ПАСЕ, чтобы вернуться к россиянам без санкций, что, очевидно, принесло хорошее финансовое вознаграждение организаторам всей этой схемы. Поэтому это такая мелкая месть. Но в итоге во всех комитетах, все равно во всех комитетах будут украинцы. Может, их будет меньше, чем было до этого. Но это нам не помешает и дальше влиять и достигать необходимых для Украины результатов. Почему это мелкая месть и что за пророссийское лобби в Совете Европы? Ну, наконец-то, хотели мы сказать. Я тебе объясняю. Я работал в Парадонской ассоциации Европы, даже знаком с генсеком Совета Европы. Сказали, с сожалению, поездки в Страсборг больше. Ну, отчасти, может быть. Ну, там, кстати, наши достаточно интенсивно работают. Временами даже после 12 часов, когда свет выключают, вытаскивают с столы в коридор. Такая же достаточно интенсивная. Да-да-да. И свечи, и перья. Не-не-не, там просто в 12 часов гасится свет в кабинетах, а дежурные освещения в коридоре после 12. Вот проведем Северный поток-2, не будут после 12 гасить свет. Да, может быть. Газовыми горелками. И я так с ними взаимодействие могу сказать, кто-то может считать, что украинцы самые профессиональные. Там считают, во-первых, украинскую делегацию позором, а во-вторых, считают, что они прямо срывают работу Совета Европы. Руководство Совета Европы крайне разряжены действиями Украины. Советы Европы без сомнения хотят. То есть раздражены украинцами, а право голоса лишили наш страну. Они тогда лишили, понимаете? Тогда лишили. Сейчас они уже поняли, что это была ошибка, но назад собрать вот это большинство, чтобы как-то все-таки проголосовать за возвращение российских прав делегаций, у них никак не получается. Они, в Совете Европы там есть вот это ПАСЭ, да, а есть еще комитет министров, есть еще Европейский суд по правам человека. Наши сейчас говорят, что, товарищи, если такое безобразие будет продолжаться, имейте в виду, что мы не будем признавать решение Европейского суда, потому что судьи, которые там избираются, они же без нашего участия. Как мы можем слушать решения тех, кого избирали без нашего участия? Это не демократия. Кроме того, они боятся, что мы вообще уйдем из Совета Европы. А это Совет Европы в огромной степени обрушит. Не только речь идет о финансировании. Речь идет о том, что Совет Европы, он имеет смысл, когда в нем такие крупные страны есть, как Россия. Если нет там России, то в Брюсселе многие говорят, а зачем вообще Совет Европы? Закрыть организацию, пускай будут все только в Евросоюзе, только бюджет с экономией. Некоторые уже посматривают на их помещение в точке того, что в будущем они, возможно, не освободятся. Торговые центры французские посматривают на помещение? Серьезно ли? Не-не-не. Это евробюрокатические структуры, связанные с Евросоюзом, посматривают. У них там хорошие помещения, все нормально, бюджеты командировочные. Поэтому они сейчас приняли решение постепенно стараться выталкивать наиболее деструктивный элемент. Самый деструктивный элемент – Украина, примкнувшие к ним эстонцы, латыши, литовцы и поляки. Вот этих вот будут прессовать. Удастся или нет прессовать, я не знаю. Но мой прогноз все-таки – решение о возвращении России полных полномочий будет принято. Деструктивным элементом слово. Даже не знаю, что сказать, потому что я по сцене работал, тем более в такие столы в 12 часов, при свечах, там не пил красное бургундское вино. Красное бургундское вино, чтобы не случилось. Вот, но если все-таки серьезно, то давайте так. ПАСЭ существовал, и Совет Европы существовал до вступления туда России. Так и будет существовать, будет там Россия или не будет существовать. И существенно это не скажется. При всем, так сказать, понимании, что Россия – великая держава, как гимн не поется. Дальше, Сергей Александрович, дальше мне сказать. Там проблема в том, что великая держава очень много платит. Да, платит. И за русские деньги решили Украину разлюбить. Пока, во всяком случае. Ну, раньше тоже не платила же Россия, но Совет Европы существовал. Вот это раз. Во-вторых, ну, если России там не будет, то вы сделаете хуже, например, своим же гражданам. Потому что, действительно, есть такой Европейский суд по правам человека. Учитывая то, в каком состоянии суды, что в России, что в Украине. Не забирайте слова у Рыбакова. Это по сути. Дальше были райкомы, горкомы, портбилеты. И люди знали, куда пойти. В газету, в конце концов, могли написать. И, кстати говоря, можно было добиться справедливости. Сейчас нет. Что в Украине, что в России. Я тут не хочу говорить, что вот в России все плохо, а в Украине все хорошо. А вот Совет Европы по правам... Суд... Вадим Юрьевич, Европейский суд по правам человека рассматривает очень определенные дела. И огромное количество граждан нашей страны не признают эти решения. Это же ваша проблема. Поэтому мы сейчас не про это. Вы нам расскажите, как так вышло, что ваша Европа, вы же в нее стремитесь. Стремитесь? Предает Украину. Ценности украинские предает. Мы уже там. Мы уже там. Смотрите. На самом деле, это вообще проблемка совсем в другом. Дело в том, что Украина находится под мониторингом ПАСЭ. Что такое? Недостаточно, скажем так, демократические страны, где есть проблемы с демократией и свободой человека, находятся под мониторингом парламентской ассамблеи Совета Европы. А раз вы находитесь под мониторингом, то там скрупулезно относятся к тому... Уже ли у вас есть проблемы с демократией, Вадим Юрьевич? Да невозможно это. Если... Если... Вы нам помогаете тоже, потому что война, она тоже сдерживается. Извините, я... Власть иногда говорит, а у нас война, у нас Крым забрали, поэтому потерпите. Мы тут немножко права и свободы позажимаем ради того, чтобы с агрессором бороться. Поэтому ваша тут тоже, ну не ваша лично, а вот страны... Пользуйтесь агрессором, Вадим Юрьевич. Да. Так вот, те страны, которые находятся под мониторингом, там скрупулезно отмечают кандидата в новые комитеты. Поэтому сейчас идет не... Речь идет не о том, что украинцев оттуда убрали, а о том, что там идет проверка, какие будут там кандидаты. Ваши депутаты говорят, что вас убрали из решающих кабинетов. А я другие депутаты. Во-первых, я... Знаете, наши депутаты много чего говорят. Я не верю им на слово. Я верю... Только нашим депутатам. Нет, я верю парламентским депутатам, парламентской ассамблеи Вады. Вашим точно не верю. Нашим чуть-чуть не верю, вашим вообще не верю. А парламентским депутатам я верю. Так вот, там идет речь о том, что... Базаров просто. Кандидатов. Кому не верят? Нет, новых кандидатов. Новых кандидатов. Новых кандидатов, да. Но не правовой нигилист. Но не правовой. Так вот, новым кандидатам, которые проходят сейчас, которые подали заявки на регламентный комитет, они проходят процедуру проверки, и они будут утверждены. Поэтому два человека, положенные по квоте Украины, в регламентном комитете ПАРЭ, который рассматривал в том числе и российскую проблему, будет со временем. Все. Понятно. Нам не надо про ПАРЭ. Главный комитет занимается снятием санкций с Российской Федерации. Украинцев попросили на выход. Ну, совпадение какое-то. Ну, какое-то совпадение приятное для Российской Федерации. Только за комитета это одно. Вадим, это правильно. Верить нельзя никому. Порой даже самому себе. А вот мне, как депутату, можно. Да, мы уже тут. Все вошло, фил начали. Достоевщину. Депутату с уникальной фракцией в Госдуме. Один делается для себя. Конечно. Во фракции один человек. Знаете, ситуация с ПАСЭ, она вообще такая очень странная. В 96-м году нам выкатили кучу требований, чтобы мы туда вступили. Там было их много. Мы практически все их выполнили, за исключением вывода войск из Приднестровья. Вот. Ну, очень много. Например, взять такие страны, как я с уважением, Азербайджан. Ну, 92% они не выполнили. И никаких проблем вообще. К ним претензий вообще ноль вообще. Вот. А к нам, вы знаете, что, если уж внести ясность, мы туда сами не поехали сейчас. Не потому, что нас не ждут. Нас там, ребят, мы вас ждем, приезжайте, ура! Но не голосуйте. А мы говорим, не, 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 куда ехать, минуточку. Изменения в регламент внесите, и тогда мы там, конечно, к вам приедем. Если бы вы туда продолжали ездить, командировочными вашими и не голосовали, мы бы удивились. Вот, да. А получилось бы что? Они бы сказали, мы бы приехали, они бы сказали, взносы давайте, взносы. Мы раз заплатили, лишаем права голоса. До свидания. Мы что, слушайте, мы на эти грабли наступали столько раз. Еще в 2004 году Рогодзин вносил постановление в Госдуму лишить финансирования ПАСЭ. Я в 2016 году только пришел, тоже внес это дело. Наконец-то, вот сейчас в 2017 решили. Ну нам что, денег девать некуда? Тем более, организация действительно, ну, ребят, ну вы были там без нас, да будьте вы там. Потому что сейчас Великобритания уйдет, Россия уйдет, а там дальше Германия с Францией будут чесать затылок и говорят, мы что тут с Польшей, с Латвией, Литвой во главе с Украиной будем бороться? Нет, ребят, это нам организация такая не нужна. Вот чем это закончится. Закроют. Реально, как вы закроете. Вот чем закроете, конечно. А вы думаете, что нет, это шуточки, там, туда-сюда, сейчас мы тут поработаем. Вы будете столы выносить туда сейчас в 6 вечера уже, потому что там свет будут отключать. Денег нет, понимаете, и работать там, обработайте, ребят. Поэтому вы серьезно относитесь к этому, кончайте уже. Давайте меняйте регламент, снимайте санкции, и будем тогда действительно обсуждать все проблемы. Если не так, то... Давайте пока Пассею не закрыли, в Госдуму Российскую перенесемся. Петр Олегович Толстой на прямой связи, заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации. Петр Олегович, собственно говоря, тот самый Петр Олегович, который не поехал в Пассе. Украинцы негодуют перед тем, как вам вопрос задать. Давайте посмотрим одно высказывание украинское, примечательное. Слушайте внимательно. Россия может вернуться в любой момент, но она вернется импотентной организацией, делегацией, потому что они не могут ни голосовать, ни выбирать, ни представлять, ни занимать должности. Это означает, что они здесь будут просто ходить по коридорам. Петр Олегович, что происходит? Ну, слушайте, очень, как бы, вот эта позиция коллег из Украины, она, мне кажется, вполне объясняет наше решение достаточно полно. Вообще, чем более идиотские заявления делают депутаты Верховной Рады, которые находятся в парламентской ассамблее, тем порой легче нам доносить нашу позицию до наших партнеров. Поэтому я только рад, что у них такое простодушное украинское, малороссийское такое видение современного мира. Петр Олегович, ну, вы, конечно же, следите за тем, что происходит. Что это за история с исключением украинцев из комитетов, которые будут нашу судьбу в некотором смысле решать? Это нам подыгрывают? Вы видите в этом некую игру в нашу пользу? Или все-таки это мухи отдельно, котлеты отдельно? Ну, насчет мух и котлет тут ситуация такая. Парламентская ассамблея Совета Европы организована достаточно сложно и является таким органом, который не может оперативно принимать какие-то решения. Это всегда сложный договорной процесс. Но, как мне кажется, все уже осознали, что отсутствие России ведет эту организацию прямиком к кризису. Не к тому даже, что будут в 6 часов вечера свет выключать, а к тому, что разговаривать будет не о чем, о метеоритной угрозе и только вот украинские резолюции принимать. Поэтому, конечно, усилия на этот счет делаются. Мы со своей стороны постоянно нашу позицию на всех двусторонних встречах доносим до наших коллег, допустим, из Бундестага. Я знаю, что немецкие парламентарии сейчас активно в парламентской ассамблее работают над поиском компромисса. Россия вернется в ПАСЭ только на нормальных, приемлемых условиях, которые никоим образом не ущемляют права наших избирателей и народа России. Вот наша позиция, она очень простая. Честно нам скажите, наша спецоперация украинцев повыгоняли? Да нет, слушайте, ну спецоперации не надо преувеличивать, никто никого не выгоняет. Там идет плановая ротация, они могут представить других двух кандидатов. Дело не только в украинцах. Я вам хочу сказать, что украинцы наиболее, ну как бы мягче выразиться, простодушная часть наших оппонентов. Есть британцы, есть прибалты, есть скандинавские страны. Они все очень яростно высказываются и будут еще некоторое время высказываться. Но мне кажется, что вот я предложил генеральному секретарю ПАСЭ Савицкому через 10 лет провести заседание парламентской ассамблеи Совета Европы в Ялте, в Крыму. Я думаю, что вот к этому мы постепенно придем. Помещение найдем и свет не будем после шести отключения. Вообще и будет со столами все хорошо и со светом. Спасибо огромное, Петр Олегович Толстой и зампредседателя Государственной Думы. Пожалуйста, господин. Простодушие и отвага. Так мы теперь про Украину. Прежде всего я хочу сказать, что событий особого нет. И к отношению между Россией и Украиной, я думаю, это никак не отразится то, что случилось там. Парламентская ассамблея Совета Европы. Надо понимать, в чем наш национальный интерес, в чем интерес наших граждан. Он, безусловно, в том, чтобы Россия участвовала в работе этих институтов. Безусловно. В том числе и потому, что когда Россия туда вступала, было принято много решений, которые способствовали развитию нашей страны, способствовали развитию институтов нашей страны. И не только Европейский суд по правам человека, которому было уже здесь упомянуто, в котором наши граждане очень часто могут находить решения, которые не могут добиться в наших судах. А благо-то какое? Объясните, пожалуйста. Одна антироссийская резолюция за другой. И что? Нам зачем? Еще и за наши с вами деньги. Одно из дел, которые были сделаны, это Европейская хартия местного самоуправления, благодаря которому было установлено местное самоуправление. Мы же не можем туда вернуться бесправно. Мы говорим, мы будем работать, если мы будем голосовать. Мы же правы в этом. Должно быть две вещи. Первое, это зависит от искусства наших дипломатов. Потому что беспрерывная пререкация ни к чему не приводит. И я не согласен, к сожалению, с закончившим трансляцию Петром Толстым, который порадовался тому, что украинские депутаты вот что-то там говорят, и поэтому нам просто на это реагировать. Не нужно беспрерывно рефлексировать на каждого политика, который в какой-то стране что-то говорит. Нет, но рефлексировать это полезно, но суть. Они не разрешают российской стороне голосовать. Да ладно, украинцы, какая разница, что происходит с украинцами, Николай Игоревич? У нас нет права голоса. Все, что там делается, делается без нас. Еще раз повторяю, без нас, но за наши деньги. Расхождение. Если мы хотим быть великой державой, то мы должны, наконец, ею стать. У великой державы не могут решить право голоса. Поэтому невозможно путем нашего телевидения, наших средств массовой информации, гражданам страны объяснять, что мы великая держава, но при этом против нас кто хочет, может вводить станции. Николай Игоревич, мы туда приезжаем, и они нас унижают. Еще раз вам повторяю, за наши с вами деньги. Зачем? Унизить можно того человека, который может это допустить и считает, будет считать себя униженным. Это не так. Искусство. Николай Игоревич, вы очень романтично настроенный политик. Я вам про унижение в контексте антироссийских резолюций. Это мы называем унижением, без доказательств вводят антироссийские резолюции. Голосуют и проводят их. Без нас. Это неэффективность нашей внешней политики и неэффективность нашей делегации. Потому что надо уметь отстаивать интересы страны, уметь отстаивать интересы... Ну научите нас, научите нас, пожалуйста. А если я работам всех сдавала, там вот это было эффективно. Ровно этим и занимаемся. Как? 1, 2, 3. Методы. 1, 2, 3. Первое. Выступить с реальными инициативами по регулированию ситуации на Украине, на востоке Украины. Классно звучит. Что вы имеете в виду? Звучит не классно. А есть четкие совершенно предложения Яблока, которые вы знаете, дорожная карта, и по границе, и по созданию. Мы забыли, напомните, Николай Игоревич, вы не уходите от ответа. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Первое. Наконец, сделать четкую границу, через которую не будет ходить кто угодно в какую угодно сторону с оружием, с боеприпасами, с чем хочет. Это первое. Делали. Второе, наконец, наконец, весь мир. Николай Игоревич, там есть такой нюанс, там люди проживают, а они ходят туда-сюда, туда-сюда. И все это дело называется Украина в рамках Мельских соглашений. Линия разграничения наличества, это уже очень давно, 4,5 года. Но вы не в курсе, мы вас поправляем. Не надо иметь, тем более, что я вас не слышу. Через государственную границу кто угодно туда-сюда. Какой второй пункт? Второй пункт, как вы знаете, это ввести, наконец, миротворческие силы ООН, которые разведут противоборство из чьей стороны. И мы не будем смотреть, как увеличивается, как гибель постоянной жизни. Украинцы против... Когда происходит война, боятся миротворческие силы ООН, вне зависимости от того, кто за и кто против. Это решение Организация Объединенных Наций. Третье. Создаются международные фонды по восстановлению экономики. Украинцев ввести на Украину миротворцев. Неплохо. Потому что после войны... Давайте, Николай Игоревич, сразу свои войска вводить, не спрашивая мнения украинцев. Нет, Оль, это... Давайте будем считать, что это вы... Номеротворцы, проверим вашу фамилию, не оказались. Совершенно не риторические. Следующие должны быть созданы фонды, в которые будут подавать свои пожертвования европейские страны и мы по восстановлению экономики на востоке Украины. Потому что иначе это невозможно восстановить нормальную жизнь. Вы с ума сошли, вы определитесь. Мы слишком много тратим денег на Донбасс, поддерживая Донбасс и отправляя туда гуманитарную помощь. Или надо дополнительный фонд создать? Ну, Николай же Игоревич. Я еще раз говорю, восстанавливать экономику страны. Следующее, после того, как там, наконец, наступит мир, действительно, должны быть приняты поэтапные соглашения о возвращении востока Украины в нормальный состав. Это минские соглашения, негодные предложения, все придумано до вас. К сожалению, вы отвлекались. Не тогда, когда там идет война. Вот таким образом будут идти поступательные. Сейчас все наши переговоры оканчиваются тем, что мы не будем... Яблоком даже без визита на восток Украины, правильно? Мы подождем выборов. Ваши представители были на востоке Украины, которые неизвестно, чем закончится. Ну, был, конечно, до войны. До войны. Я видел, что это нормально развивающийся регион. Вы предлагаете способ решить войну, не увидев ее, да? Как бы закончить войну, не увидев. Вы предлагаете варианты окончания войны, не зная, что там происходит. Николай Григорьевич, я знаю, что я каждый день общаюсь с людьми, которые живут в Донецке. Потому что очень многие люди просто не смогли, как вы понимаете, оттуда уехать. Не будем сейчас Николая Игоревича подлавливать ни с кем, он, естественно, не общается. Но если только в Фейсбуке, еще раз говорю, предложения не годные. Все придумано до вас, не работает. Они абсолютно годные, потому что, во-первых, часть из них находится в Минских соглашениях, которые не выполняются. И если наши власти будут продолжать говорить о том, что Минские соглашения не выполняются, на этом останавливаемся, все, ничего не будет продвигаться. Между прочим, один из минусов Минских соглашений... Между прочим, один из плюсов Минских соглашений, что придумала их Российская Федерация. А минус этого, того, что, как вы знаете, они были написаны предварительно на салфеточке и не были продуманы ни что, ни что будет происходить. Их потом с салфеточки 24 часа переписывали на бумажечку. А как это будет происходить? Поэтому, если сколько уже лет прошло с того времени, как они были подписаны, они не выполняются и Российский не делают для того, чтобы это происходило. Хороший политик, ничего не предложил. Так вот, ОПЕК, я предложил совершенно конкретные вещи. И вы это знаете. Так вот, с чем мы должны выступать в парламентской ассамблее. Мы выступаем постоянно. Ну, конечно, правда. Знаете, у меня такое ощущение, что диалог между руководством ПАСЕ и украинской делегацией, нынешним составом, было приблизительно таким образом. У вас здесь какой-то дурдом. Что значит дурдом какой-то? У нас самый лучший в городе. Так и здесь. На самом деле, мы нормальные украинцы. Да, вообще, большинство украинцев смотрят на этих ребят. Там Арьева, вот этого госпожу Сотник, там Гончаренко, который в синих перчатках любит. А это интересно, псевдоним Сотник или она Сотником на Майдане была? Ну, я думаю, что тут много символичного. У меня вообще такое ощущение, что это Алиса Селезнева выросла и пошла в будущее. Но в данной ситуации мы смотрим на них как на сумасшедших. Потому что, ну, реально, ребята, вот все пять лет всего, что происходит в постмайданной Украине, в нашей родной многострадальной стране, это все абсолютная дискредитация самого слова «Украина» и «Украинец». Потому что вместо того, чтобы реально вести нормальный диалог, руководствоваться национальными интересами, что мы видим в результате? Постоянно какие-то клоуны выступают, которые постоянно... Грустный клоун. Ну, это чисто в этой клоун. Причем, если говорить о Гончаренко, которого вы сейчас показываете, он действительно недавно оделся клоуном. Наверное, это было его единственное обещание, когда он пообещал и сделал. Если Зеленский пойдет кандидата в президент. Чарли Чаплин он переоделся. Да, Чарли Чаплин он переоделся. Я думаю, что ему нет смысла было переодеваться после этого. Если же двигаться дальше по перспективам всего этого дела, знаете, думаю, что, конечно же, это, скорее всего, ротационные вещи. И если не произойдут какие-то договоренности с Россией, то, скорее всего, обратно вернут, ну, уже других русофобов в парламентскую ассамблею Совета Европы, для того, чтобы продолжать эту риторику. Но, хотел бы обратить внимание наших оппонентов, что, ребят, и Европа, и Россия, и Украина, и Америка в том числе, стали другими. Вот то, что было пять лет назад, и то, что происходит сегодня, это, как говорят у нас в Одессе, две большие разницы. Ведь действительно, посмотрите, что сегодня происходит в самой Европе. Ну, про Brexit мы сегодня вспоминали, да, про желтые жилеты можем сказать. Можем сказать про американский шатдаун, который сейчас длится. То есть их лихорадит. У них происходят очень серьезные проблемы взаимоотношений с собственным народом. У России бы не было проблем, если бы... Правильно, мейер, господи, господи. Россия, островок стабильности. Для чего? Вадим, вот ты же умный человек, ты же прекрасно понимаешь, для чего все это происходило. Вспомни, пожалуйста, в 2014 году историю про Евразийский союз, который должен был нарисоваться. Что, мы, Украина, от этого проиграли бы? Никогда. Подожди. Мы бы в жизни никогда от этого не проиграли. Что делают наши американские партнеры? Зажигают Майдан на Украине, и происходит раскол между Европой и Россией. Пять лет надо было Европе, чтобы прийти в себя и понять, что на самом деле не Россия враг, а собственные идиоты, которые пытаются расовестить себя. Мы вернули на родину. Смотрите, там четко написано, помста за санкции. Месть за санкции. Правильно я перевел? Ну да. Так кто вам мстит? А кто написал? Я не писал, спросите их. Так. Кто писал? Они вот все ваши избранники народные говорят, что это помста за санкции. Помста. Помста. Да, помста. Полста. Да, давайте. Полста как раз полста. Давайте все-таки всем напомним. Давайте на территории нашей планеты есть Россия, никто не спорит. Но не единственная страна. Есть и Украина, есть и Франция, и Германия. Просто забыли. Хочу просто напомнить. Если Россия немножко уменьшит великодержавный шавниизм, прекратит собирание земли русской, то будет хорошо и с Пасе, и с Европой, и с Китаем, и с Украиной. Но пока будет это бредовое действие, сколько не будет. Собирание земли русской прекращать не хотелось бы, но разговор-то не об этом. Это вас попросили на выход из комитетов, которые занимаются рассмотрением санкций. Но Россия виновата, правильно? Вас попросили, а Россия виновата. Мне очень жалко, что Россия превращается в Советский Союз. Чем он закончился, вы знаете. Не очень бы хотелось, чтобы Россия не превратилась. Поэтому чуть быстрее Россия. Территориально превращается в нормальную страну без амбиций, без охватчивых территорий. В нормальную страну без амбиций. Спасибо, лучше вы к нам. У нас нормальная страна с амбициями. Советский Союз, огромное спасибо. Мне кажется, многие зрители сейчас порадовались этой идеей. Правильно. Про Курилу поговорим сразу после перерыва. Прерываемся. Очень и очень важно сегодня предстоят переговоры нашему президенту Владимиру Путину с премьер-министром Синзеабе. Он уже прибыл в Москву. Понятно, что будут обсуждать. Ну и пока, собственно говоря, его самолет летел над территорией нашей великой страны. На японском телевидении активно обсуждали предстоящую встречу. Почему-то они решили, что будут южные Курилы, будут все непременно японскими. Осталось понять, какое количество островов. И удивительным образом Украина здесь вспоминается. Переговоры важны. И более того, это хоть и 25-я встреча Абы с Путиным, но это первые переговоры по северным территориям. Множество самых разных вопросов. Возвращать только два острова или два острова плюс Альфа. Если Альфа, то что именно эта Альфа в себя включает? Как будет согласовываться возврат двух островов с договором безопасности между США и Японией? Будут ли там размещены американские войска? Есть еще и другой важный аспект. Если Россия и Япония начнут договариваться о границах, не вызовет ли это протест со стороны Запада? Не окажется ли Японии перед необходимостью признавать аннексию Крыма? Это ужасно сложные переговоры. Анатолио, неожиданно, согласитесь, про Крым. Неужели про Крым тоже обсуждают? Совершенно не неожиданно. Это уже несколько лет японцы такой вариант предусматривают. Мы признаем Крым российским, а вы отдаете нам острова. Это давным-давно. Но мы острова не отдаем. Зачем он тогда к нам летит? Вы говорите неожиданно, я говорю ничего подобного. Для Японии это не неожиданно. То есть они готовы, ну мы обсуждаем гипотетический шаг, которого не будет. Политики японские так не говорили, а политологи во весь голос за это. Мы-то думали, это в больном воображении украинцев родилось, но тем не менее это японцы говорят. Нет, это один из вариантов решения территориальной вопроса, как они говорят. Вот размен, грубо говоря, Крыма на Курилы. Но я хотел бы начать с другого. Я хотел бы начать с политического комплимента вам двоим. Дело в том, что я, конечно, внимательнейшим образом смотрю все передачи, посвященные курийской так называемой проблеме. И считаю, что вы наиболее четко и активно защищаете наши русские Курилы. Аки, лев и львица, я бы сказал. Мы с народом просто. Поэтому... Народ Курилы, кроме избранных, отдавать не намерен. Вы будете отстаивать эту точку зрения. Я вас, как председатель межрегиональной общественного движения «Русские Курилы», приглашаю в нашу организацию. Замечательно. Спасибо. И на Курилы. На Курилы вместе поедем. Обязательно. Бывали там, бывали. Ну так чего мы ждем от сегодняшних переговоров? Ну, от сегодняшних, видимо, мы ждем то, что мостик будет перекинут на летнюю встречу. Летом, как мы знаем, все, так сказать, решения, когда люди в отпусках принимаются бодрее и веселее, подобно пенсионной реформе. Значит, но у АБЭ... Подождите, давайте расшифруем. Россияне уедут в отпуск, и Путин отдаст Курилы. Вы об этом считаете? Ну, а это зависит исключительно от Путина. На самом деле от вас это не зависит, и от меня это не зависит. Как бы, это зависит от... То есть пока россияне в России, Курилы будут нашими. 90% россиян против. Конечно. Значит, а по пенсионной реформе там 94 вроде было против, да? Нет, меньше. А какие 94? Значит, для АБЭ сейчас... Изменения в пенсионном законодательстве. Многие были против. Во главе с российским президентом вынужденное решение. Без него никуда. Курил-то зачем отдавать? Ну, не должно быть так, что у чекистов пенсия в 35 лет, а у всех остальных в 65. Это феодализм какой-то. Это что такое? Но возвращаясь к Курилам. АБЭ заканчивает свою политическую карьеру. Через два года ему предстоит уйти с поста председателя правящей партии, потому что там действуют ограничения на количество сроков. И, в общем, он... Вот журналисты посчитали, 25 раз он встречался уже с Путиным. Эта вот встреча как раз 25-й будет по счету. У него, в общем, не бесконечен лимит этот встреч, когда он может их передвигать с одного года на другой и до бесконечности. Япония же не заканчивается на АБЭ. Япония не заканчивается на АБЭ, но АБЭ хотел бы войти в японскую историю. Он, кстати, вошел как достаточно экономически успешный пример. Если в первой половине нулевых годов в Японии была экономическая стагнация, то при АБЭ она сменилась небольшим, но уверенным ростом. И он хотел бы, конечно, войти и с точки зрения островов. Поэтому я думаю, что сегодняшние переговоры будут проходными перед тем, как будет перекинут мостик к летней встрече, которая уже анонсирована. А что будет на летней встрече, я думаю, что это в том числе зависит и от активности, так сказать, граждан, как они будут по этому поводу выражать свои позиции. Сергей Владимирович, объясните, пожалуйста, как это работает. Если кто-то чего-то захотел, лидер какого-то государства, то Россия, как правило, идет навстречу. Если АБЭ захотел вернуть Курилы, то, очевидно, мы их отдадим. Такая у вас логика? Значит, логика у меня простая. Но если отдали остров Даманский Китаю бесплатно, то уж тем более за деньги могут отдать часть. Мы вам давно говорили про демаркацию границ, вы в курсе, и тем не менее. Попротив, я логику объясню. Попротив, я логику объясняю. Я регулярно отвечаю с японскими коллегами. Да кто бы сомневался. Обсуждаем эти вопросы, да? Еще со времен ПАСЕ. Я должен вам сказать, японцы, вот эта ситуация, которая сейчас происходит, они просто, ну, как бы сказать так, рецентурно, удивляются сильно, да? Значит, ну, балдеют по полной программе. Они попали в ловушку информационную. Они, конечно, хотят, Курилы, но, смею вас заверить, вот так вот, нет такого, что они не ожидают прямо сейчас. Но они попали в ловушку. Здесь у нас оппозиционная пресса и всякие спикеры, вот типа товарища. Они стали всячески раскручивать идею о том, что Путин хочет сдать Курилы. А раскручивали эту идею с единственной целью обрушить рейтинг президента Владимира Владимировича в глазах населения. А японцы читают газеты, мониторик делают. Они-то в эту ловушку и попали. У них журналисты стали говорить, смотрите, вроде бы русские говорят, что они там готовы сдать. Давайте обсуждать быстрее, быстрее, быстрее. Но это неправда. Это информационная кампания. Не будьте жертвой. Владимир Путин и другие много раз формулировали принципы. Мы стремимся к какому-то компромиссу. Но компромисс будет только тот, который будет принят общественным мнением России и Японии. И который никем не будет восприниматься, как какое-то унижение, как поражение, как сдачу чего-то такого. Вы, граждане Российской Федерации, если вы принимаете это, то какие-то компромиссы возможны. Если вы отвергаете, ничего такого не будет. А будут долгие переговоры. Давайте сейчас ненадолго перенесемся в Довоз, Швейцария. Андрей Леонидович Костин на прямой связи. Президент, председатель правления банка ВТБ. Андрей Леонидович, объясните нам, пожалуйста, могло сложиться впечатление, что мы в этот Довоз рвались и фактически боролись за право принять участие в этом форуме. Был же когда-то момент, когда нас не особо приглашали, а в итоге никто туда, по сути, но я имею в виду политиков, и не едет. Огромное количество людей отказались. Вот с кем мы в этой связи будем договариваться и чем вообще заниматься? Здравствуйте, Ольга. Хочу сказать вам по секрету сразу, что в моей программе поездки в Довоз встреча с Трампом не планировалась. Поэтому я не очень сильно пострадал от того, что господин Трамп, либо ряд других лидеров не смогли приехать сюда. Я думаю, все только выиграли, потому что в прошлом году из-за Трампа были чудовищные пробки здесь, из-за отеля могли не выпускать. Поэтому, я думаю, здесь будет поспокойней. Вообще, наша делегация представлена максимально на уровне министра экономики, поэтому я не думаю, что неприезд Макрона или Мэй сильно затронет программу наших представителей. Но мы правы в том, что, конечно, нынешний Довоз, 49-й по счету, вряд ли запомнит, как Довоз, где будут сделаны какие-то громкие политические заявления или будут какие-то такие серьезные политические дебаты на высшем уровне. Я думаю, что этот Довоз больше, наверное, про бизнес. И, собственно, я и представляю российский бизнес здесь. У нас запланировано много встреч, прежде всего с нашими китайскими, арабскими, индийскими, другими партнерами. Поэтому я думаю, что Довоз, как обычно, но, наверное, сфокусирован в этом году действительно будет больше на проблемах экономики, экономического роста. Потому что есть настораживающие моменты. МВФ признала, что темпы роста мировой экономики в этом году будут ниже, чем планировалось несколько. Поэтому я думаю, что это больше будет про бизнес, больше про экономику, больше про финансы, чем про какие-то глобальные политические проблемы, геополитические проблемы. Вот про настораживающие моменты как раз хотелось бы вас спросить. Вы уже сказали, что действительно прогноз такой неутешительный, что мировая экономика будет падать, да, рост ВВП. В этой связи как мы будем прорыв осуществлять? Нам же нужен прорыв, а экономика мировая идет вниз. Ну, вы знаете, мы и здесь рассказываем, и я уже выступал сегодня перед американскими телеканалами, что несмотря на ожидания, что российская экономика будет смята санкциями международными, этого же не происходит. У нас хоть и умеренный, но экономический рост наблюдается. И в целом, я думаю, что экономика очень стабильна, если брать макроэкономические показатели. Я думаю, нам надо больше концентрироваться на тех задачах, которые мы сами поставили, и в частности, те приоритетные проекты национальные, о которых президент, которые задачи, которые он поставил. Я думаю, что надо заниматься самим собой, заниматься своей экономикой, заниматься улучшением своей работы. Я думаю, это ключевая вещь. А международное партнерство, оно остается. Мы, конечно, неизолированы, и у нас здесь очень много партнеров. И я, и мои коллеги, и другие участники, конечно, встречаются не только с китайскими, с арабскими, но и с американскими, с западноевропейскими партнерами. Мы, конечно, не можем выпадать из мировой системы экономических отношений. Это уже невозможно, и никакими санкциями нас уже не изолировать. Поэтому, мне кажется, в Давос надо приезжать. Тем более, что наши идеи постепенно, вы знаете, начинают все-таки овладевать умами, в частности, Давоса. Вот в этом году Давос впервые стал говорить о том, что... Вот ведь нам раньше им навязывали, что есть какие-то ценности европейские, там, западные, которые даже следуют. Сейчас стали больше всего говорить о том, что... Ну, по-нашему, о многополярном мире, о том, что есть множественность, как бы, подходов, и что надо уважать и пытаться инкорпорировать в мировую политику именно позиции разных сторон. И России, и Китая. Мне кажется, такой большой, большой сдвиг. Даже в чем-то где-то, мне кажется, это напоминает речь Путина в Мюнхене в седьмом году о признании того, что любое государство, и каждый имеет право на собственную позицию, отставив на собственные какие-то ценности, а не то, что есть единые ценности в мире, которые все обязательно должны выполнять и им следовать. Про нас вопрос, что будет с ипотекой. Объясните, пожалуйста, людям. Ставки недавно повысили, а люди по-прежнему хотят 6%. Ну, вы знаете, с одной стороны, мы закладываем высокие темпы роста ипотечного кредитования. Вот наш банк на 2019 год планирует почти 30% рост ипотеки. Что касается ставок, ну, чудес не бывает. Если повышается стоимость денег, ключевая ставка в стране, будь то Соединенные Штаты Америки, Европа или Россия, стоимость денег будет расти. Я думаю, что первое, надо все-таки ожидать, что у нас будет стабильная макроэкономика, и Центральный банк больше не будет повышать ключевые ставки. Во-вторых, есть, конечно, механизмы государственной поддержки, которые уже были задействованы, в частности, и субсидирование, и, возможно, какое-то облегчение регулирования, если Центральный банк ведет. Я думаю, что вот набором этих факторов, в том числе за счет определенной государственной поддержки и методов регулирования Центрального банка, можно удержать ставки на не очень высоком уровне, и, по крайней мере, чтобы не было существенного роста. Поверьте, банки и так уже работают на краю рентабельности. Фактически, мы мало чего зарабатываем на ипотечном кредитовании сегодня, именно в силу того, что стараемся минимизировать ставки, по которым предоставляем ипотечные кредиты. Спасибо большое. Удачных переговоров в Давосе. Андрей Костин, глава ВТБ. Давайте вернемся к курилам и сегодняшним переговорам. Что вы так вот... Ну, про ставки я бы много можно сказал, но лучше помолчивать. Все хотят шесть. Банки не зарабатывают. Все хотят шесть. Работают на грани, чтобы поддержать людей. Бедные, как же им тяжело-то, да. Ну, посмотрите на табель. Не сдержались. Вы охотели про курила? Да. Экономика российская у нас в третьем блоке. Сейчас территориальные споры, которых нет. Значит, японцы могут, действительно, реально, если они могут забрать острова, то пускай придут и заберут. Если не могут, то давайте вести переговоры. Сколько они будут? Не лето, не надо. Не это лето, даже и не следующее. И может даже вообще не при нашей жизни. Вот это точно не будет. Курилы наши. И тут что, мы будем вести с ними переговоры только с одной целью. То есть, а у них есть договор от 60-го года с американцами, где они, американцы могут размещать свои военные базы, где душе угодно, на всей территории Японии. Ну, мы, конечно, тоже понимаем, что чего бы они сейчас нам не обещали, что бы не говорили, как только вот вдруг, ну, гипотетически это случится, там будет то же самое, как НАТО у нас на Востоке. Это всем понятно вообще. Ну, по-моему, всем ясно. Но вести переговоры с ними надо. Потому что, с одной стороны, они вроде как давят на нас, но с другой стороны, они давят и на американцев. Потому что этот договор их связывает по рукам и ногам. И для нас это нормально. Нормально. Потому что пока мы ведем переговоры, у нас нет никаких, так сказать, столкновений, нет никаких... Мы можем договориться о чем-то. Может, мы будем всю жизнь договариваться. Но это другой вопрос уже. Вот, поэтому это нормальное явление с точки зрения дипломатии. Конечно, вот эти вот ребята там пытаются... Вот в Вашингтоне там, по-моему, вышла какая-то статья. А Карамурзан написала. Просто у Абы осталось полтора года, он поклялся на могиле отца. Говорят, вот это имеет значение. Вот они там клянутся, раз все хракири прям пытаются сделать. Ну, у нас там на Курилах есть, в японское кладбище есть. Ну, мы не против вообще. На самом деле, это вот ситуация их. Что они клянутся. Говорит о том, что какие острова будем отдавать. Это их проблемы. Что мы туда лезем? Они там будут говорить что угодно. У нас позиция понятная. И она ни у кого другой не может быть. Не надо говорить про этот остров, про который вы все говорите. Мы чтим память этих 58 человек, про которые погибли. И того генерала, который приказал открыть снарядами стрельбу градом. И мы их будем всегда знать, что они герои. Но острова нету для него. Он под водой. Все, нету этого острова. Что вы разогазываете? Всем патни. В Японию перенесемся. Сергей Менгажев на прямой связи. Сергей, ответьте нам, пожалуйста, на вопрос. Крымская история вдруг неожиданно объявилась. Огромное количество телевизионных репортажей. Хотя говорят, не неожиданно японисты. Именно на эту тему. Ну да, японисты утверждают, что давно будто бы ведется такой торг. Это правда? Да, вы знаете. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, уважаемые гости. Мне в приватных разговорах с различными японскими деятелями, которые имеют отношение к переговорам с Россией, приходилось слышать мысль о том, что якобы в 2014 году у Японии был шанс быстро решить территориальный вопрос, если бы она не пошла на поводу Вашингтона, не ввела антироссийские санкции и признала бы Крым российским, то тогда якобы Россия могла бы в качестве благодарности отдать ей Южные Курилы. Но здесь важно подчеркнуть, что эта мысль высказывалась как такая абстрагированная гипотеза, скорее фантазия. Вернуть в родную гаву Крым, чтобы передать Японии Курилы. Логично. Да, но с точки зрения японцев, это наоборот, это один из самых потаенных страхов больших японских. Для японцев это было бы большим кошмаром, если бы Россия таким образом поставила вопрос, потому что в нынешних условиях Японии признать Крым российским, наверное, еще сложнее, чем признать российский суверенитет над Южными Курилами, потому что это неминуемо привело бы к очень серьезным проблемам с Соединенными Штатами. А во всех программных документах любого правительства, в том числе и Аба, говорится о том, что краеугольным камнем японской внешней политики являются союзнические отношения с США. То есть на это японцы бы никогда в жизни пойти бы не могли. То есть без отмашки из Вашингтона они никогда не признают Крым. И если это когда-то и произойдет, то это будет самую последнюю очередь, когда, скорее всего, это уже будет никому не интересно. Очень интересно. Спасибо огромное, Сергей Менгажев. Сейчас одну секунду. Как вам эта история? Ну, если говорить не как, только одно замечание. Речь же не только идет об островах, а и вовлечение Японии в масштабную модернизацию России. Поэтому это тоже вариант надо учитывать. Что касается Крыма... Масштабная модернизация России. А, конечно же, японский бизнес, японский капитал, особенно Дальний Восток, надо развивать. Поэтому тут не только вы отдайте территории и все. Тут и вопрос о том, чтобы японский капитал зашел в Россию. А чего? Мы же живем же как бы в рыночной экономике живем. В России, да. Нет, не совсем так. А теперь это была бы отмашка. Что касается крымской истории, ну что? Понятно, что Японии не признают Крым, потому что Большая Семерка и все страны коллективного Запада считают, что это нарушение международного права. И если Япония признает Крым, значит, она соглашается с нарушением международного права. Так что это не пойдет, эта история. Единственный шанс на это, какой может быть, это если в результате изменения власти в Украине, по результатам всего избирательного цикла 2019 года, будет смягчение позиции украинской новой власти, коллективного Запада, России, потому что могут быть реально переговоры с российским руководством, так по многим проблемам, не только Крыма и так далее. Если смягчится эта проблема, тогда... Но мы, Курил, это не отдадим все равно. Тогда, Женя, вы сказали, больное, это могло родиться только больное воображение украинцев. Я действительно так думал. А ведь это не больное воображение, оказывается, украинцам. Это японские политики. Вадим, мы рады, что вы наконец-то придумали, как Украине признать Крым российским, но при этом мы продолжаем признавать суверенитет Российской Федерации над Курильскими островами. Это не меняется вообще никак. Это ваша проблема. Абсолютно. Это ваша проблема. Абсолютно. Об этом премьер-министр Мори заявил на японском телевидении после иркутской встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. И поэтому они считали, что эти два острова у них уже в кармане, как бы. И поэтому все эти годы они пытались убедить Путина согласиться еще, пусть не сразу, а в рассрочку, и на сдачу Кунашира и Труб. Так он неправильно. Я не знаю, что он никогда не шло. Еще в 2001 году. Возможно, вы правы, но я знаю премьер-министра Мори лично и неоднократно беседовал с ним тет-а-тет. Сейчас кто-то должен сказать, я знаю президента России лично. Я не нахожу его человека, который будет обманывать. Он не отдаст Курилы. Поэтому я хочу, чтобы президент Российской Федерации на переговорах и особенно после переговоров повторил свою позицию от 27 сентября 2005 года, которую он высказал во время телевизионной прямой линии со всей определенностью. А сказал он, что Курильские острова находятся под суверенитетом России, и в этой части она не намерена ничего обсуждать с Японией. Это закреплено международным правом. Это результат Второй мировой войны. Вот чего я жду от него. Добавить особо и нечего. Хорошо, что мы успели дать этот совет. Переговоры начнутся в 15.00. Путин обязательно повторит. О денежках сразу после рекламы. 60 минут. Спасибо. Про деньги. В 2018 году в среднем россиянин набрал кредитов, только вдумайтесь, на 264 тысячи рублей. При этом общая сумма нашей задолженности перед банками достигла рекордного уровня. Почти 16 триллионов рублей. 15,9. Одни говорят, что уровень потребления в России приближается к докризисным показателям. Другие утверждают, что ценой такому потреблению стал растущий невероятными темпами уровень закредитованности на с вами россиян. Да, высокие показатели потребления только способствуют росту экономики, но с долгами надо что-то делать. Экономисты отмечают, люди стали тратить больше денег из-за накопившихся задач, что, в общем, наверное, хорошо. Основная статья расходов – покупка жилья. Вот чем грозит растущий долг российской экономике, Николай Игоревич? Это же хорошо, когда кредиты берут. Если верить в яблок. Развивает экономику, и люди планируют их возвращать. Хорошо, когда кредиты берут на покупку жилья или развитие бизнеса, но те суммы, которые, в том числе вы показываете, вот на экране, размер кредита, он свидетельствует о том, что значительное количество людей берет кредиты на покупку предметов первой необходимости. И, на самом деле, причина роста и кредитования, и задолженности в бедности людей. А может, падение ставок? В бедности людей. Нет, ставки, как вы знаете, они очень высокие, от банка к банку зависят. И то, что растет задолженность людей перед банками… Но банки, как мы только что узнали, почти работают себе в убыток. В ситуации с ипотекой. Да, я думаю, что очень многие, конечно, телезрители были удивлены такому выступлению головы одного из крупнейших банков. Но, тем не менее, поэтому ключевая проблема, которую нужно решать для изменения ситуации с кредитованием, это прекращение бедности людей. И есть конкретные предложения, которые, допустим, одно из предложений «Яблоко», я до сих пор не понимаю, почему ни Государственная Дума, ни правительство это не поддерживают и не вносят, это отмена подоходного налога для беднейших слоев населения. Потому что, когда даже по оценкам Росстата 19 миллионов человек получают доходы в месяц ниже прожиточного минимума, то при этом они, очевидно, не могут себе позволить никакие кредиты на серьезные какие-то покупки. Ясно. Что это все-таки за деньги? На что берут? — Тут я немножко некий комментарий технический скорее дам. Дело в том, что в этой сумме туда не включена ипотека, автокредитование. Это потребительское кредитование, когда людям выдают какую-то сумму денег, какую-то пачку денег, которую они могут потратить там свободным образом. Эта сумма действительно растет. И связано это в основном с двумя факторами. Первый фактор, я не соглашусь с предыдущим докладчиком, потому что общий уровень стабильности, это нельзя назвать экономическим ростом, бурным или еще что-то, просто стабильность выросла. Люди стали более спокойно относиться к своему будущему. Они стали просто добирать то, что они не добрали раньше. — Они уверены в том, что они вернут? — Они больше уверены, да. Вот они, соответственно, начинают набирать. — 163 триллиона отсюда, это все-таки ипотека. — Да, ипотека тоже растет. Просто вот 264 — это отсечена, это конкретно другой кубик. И банки, соответственно, дело в том, что простые маленькие кредиты все уже умеют выдавать, конкуренция высокая. В больших чеках конкуренция ниже, и поэтому сейчас это активно развивается. Банки более активно... — Но 264 тысяч — это на что? Это на что берут? Ну не на холодильник? — Не на холодильник. Кто-то берет на ремонт, кто-то берет там... Кому-то на машину не хватает подержанную, кому-то вот... Это вот такого качества покупки. — Но это не на еду. — Не на еду, конечно. — Алексей Александрович. — Ну, как сказать, вообще, это же мой самый большой рост, это вот именно микрокредитование. — Это сюда не входит? — Ну, да, вот именно так. Но он же говорит, что не берут. Вопрос в том, возьми кредит, подготовь ребенка к школе. Это чего такое? Вот это, естественно, микрокредитование, которого вообще здесь нет. Но задолженность достаточно высокая. Это правильно. Вот мы сейчас приняли закон о том, что 1% в день максимальное кредитование может быть. 1%. Вот. И мы добиваем Центробанк, чтобы он... — Молодцы. 365% кодовых. — А было-то 700. — Отличный закон. — А было-то 700. — Понимаете? Нет, дело в том, что и сейчас мы добиваем Центробанк, чтобы максимальная сумма кредита, вот, задолженности была полтора раза. — То есть как-то 365% кодовых. — Было 700, это правда, да. — Микрокредитование, я же еще раз говорю. То есть, что, если ты взял 10 тысяч, максимум, что ты должен... — Надо эффективнее работать. — Максимум, что ты должен, это 15 тысяч ты должен отдать. Все. Вот на этом мы сейчас стоим. Потому что иначе эта задолженность будет, конечно, расти. — Но с Микрокредитованием надо бороться. — Ну, естественно. Потому что, вот смотрите, сейчас мы вот взяли-то почти 16 триллионов, но коллекторам передали 410 миллиардов, да, из этих. Вот из этих 410 миллиардов. И вот это меня больше всего волнует. Это отдают потихонечку, там разными способами отдают. — Потихонечку хорошо отдают. — Ну или хорошо отдают, да. — Хорошо, у нас один из самых низких уровней просроченной задолженности. — А вот 410 миллиардов. Вот это люди меня волнуют, которые не могут... — Это отдать. Понимаете? Вот в чем дело. Этой цифры почему-то здесь нет. — Я просто хотел подчеркнуть, что у нас уровень, вот, собственно, самой задолженности населения, которую нужно погашать, она составляет 5 триллионов из этих 15,9 триллионов. То есть ты же не должен сразу же 15,9 сегодня же отдать. То есть 5 триллионов должен отдать. Второй момент. Уровень у нас... — Тоже не радует сумма-то. — 5 триллионов. Возьми да положь. Уровень задолженности суммарный, он составляет 320 миллиардов рублей. То есть 0,32 триллиона рублей. То есть посравните с 15,9 триллионов перед банками и 320 миллиардов перед МФО. То есть не такая большая проблема вот этого микрокредитования, да. То есть в основном люди все равно берут деньги в банках под нормальные проценты. Под нормальные имеется в виду конкурентные, которые складываются в экономике. И третье, вот как Ольга обратила внимание, большую долю занимает все равно ипотека. Да, большую долю. Почему? Я хочу объяснить. Потому что существуют меры государственной поддержки ипотеки, да. То есть каждый год будет объемы выданных ипотечных кредитов увеличиваться. Вы знаете, меры поддержки многодетным семьям. То есть если в год сейчас выдается ипотечный кредит на 3 триллиона, Минфин планирует это в два раза увеличить через два года. Понимаете? Объемы выдачи ипотечного кредита. Поэтому ни о какой бедности, вот это постоянное стенание о том, что страна бедная, о том, что все это... Какая бедная? 19 миллионов из 145 миллионов людей бедных. Да, есть бедная. А где страны, где нет бедных? Объясните, пожалуйста. А вы что на яблоко накинулись? Попоказать сейчас, как люди по помойкам бегают. Вы все время печетесь, говорите. Да потому что я не могу терпеть спокойно. Вы говорите. Бедные люди, бедные люди. Ну что бедные? Большинство людей не бедные в стране. И наша задача, и не бедных людей, помогать этим людям. Во-первых, не надо так кричать. А что же вы все время обедаете? Потому что тема острая. А вы, рыбаков, равнодушные. Мы же не мократики. Ну, господин Живоронков, говорите о большинстве. 10 секунд. Еще нам у нас смерть еще не показали. Великой державой. Правильно. В 2019 году, что 19 миллионов людей, которые получают доходы меньше 11 тысяч рублей, то это стыдно. Два раза меньше стало за эти годы. Скажите спасибо. Скажите, вам мало, конечно. Не будем с тобой. Плохо, плохо. Давайте, господин Живоронков. Но хотя уровень бедности, если формально у нас 13%, как и в Соединенных Штатах. Но мы все понимаем. У нас 42 тысячи рублей средняя зарплата, но две трети работающих получают меньше, чем эта средняя. У нас четвертый год падения реальных доходов населения. По январю-ноябрю 2018 года 2,9%. Значит, ну, конечно, в общем, не от хорошей жизни люди берут кредиты. Другое дело, что я соглашусь с одним из оппонентов, что ситуация в России незапредельная. И за год она резко не ухудшилась, ну и не улучшилась, впрочем. А я с вами скажу, все-таки реальные доходы растут. Знаете, во многих... Как? Как? Росстат говорит, что они сокращают? Коллега, позвольте тоже сказать, да? Я смогу всех перекричать. А тебя, по-разному, как? Сопки на сопку кричал, знаете. Да мы не кричим. Значит, так вот, во многих странах есть проблема. Огромное перекредитовое население. Так что в какой-то момент запускания экономики наступает цепная реакция. Люди не могут отдавать эти кредиты. Банки рушатся, так сказать, массовые невыплаты и так далее. У нас, слава богу, такой проблем... Это Соединенных Штатах Америки. Соединенные Островы, как известно, стабильность. У нас здесь ситуация стабильная. Идеальная финансовая ситуация, я почитаю. Это да, это первое. Второе. Вообще говоря, когда люди берут кредиты, это нормально. Это раскручивает экономику, дает экономический рост и так далее. Но не под 20%. Вот, совершенно верно. Наша задача важнейшая правительства, опустить стоимость кредита. А для этого нужно опускать ставку референцированных заработок. А потом сразу побороть бедность. Тоже наша задача. И коррупцию заодно. Вести смотрите. 60 минут более. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ